Что делает на самом деле Пастернап? Он вдруг сходит воедино, вот помните, я еще раз, я все возвращаю вас к этому, что в стихе должно быть все, в тексте, извините, я неправильно говорю, в тексте должно быть все, и смерть, и рождение, и испытание. Вот смотрите, что здесь делать? Здесь есть Святое Писание, и вдруг неожиданно выскакивает и черных от пыли, и бурь канапе. Вообще понимаете эту ручку? Я, честно говоря, нет. Канапе, это что такое? Канапе, это скамейчик такая, насколько я понимаю, или это пирожек? Это кровать. Какое отношение все это имеет к Святое Писание? Оно грандиознее Святое Писание, и черных от пыли, и бурь канапе. Вы слышите какой там потрясающий звук, и почему-то это возникает, и почему-то это работает. Вот если вы будете в тексте в пределах одного, давайте сейчас не страфы, я буду говорить абзацев, да, потому что вы же можете взять и просто, если вы будете метаться, Если у вас будет амплитуда, то это всегда будет, возможно, плюсом. Ну, понимаете, да? Это всегда будет каким-то объемом. Что только нарвется, разлаившись в тормоз, на мирных сельчан, в захолустном вине, с матрацев глядя, не маяли платформы, и солнце совесть соболезнует мне, и в третий плеснув, уплывает звоночек сплошным извинением, жалею не здесь. Слышите звук? Такое ощущение, что это металлический какой-то звук идет, и совершенно не случайно, потому что там поезд. Жалею не здесь, под шторку несет обгорающей ночью, и рушится степь со ступенек к звезде. Бред какой. Здорово, да? И рушится степь со ступенек к звезде. Кстати, к звезде. Вы слышите, что это почти невозможно произнести? Там слишком много сталкивается согласных. И это тоже ужасно круто, потому что раньше учили, что у вас должно быть гладкость. Вы понимаете, нельзя поставить два, тем более три-четыре согласных рядом. А как здорово, берите рушится степь со ступенек к звезде. Вы даже немножко к, вы даже плюнутся немножко этим словом к звезде. Вы слышите, да? Еще к звезде тоже получается очень неприличный звук. К звезде. И это тоже работает. Мигая, моргая, но спят где-то сладко. И фата моргана, любимая, спит тем часом, как сердце плеща нам по площадкам. Слышите, пошел другой звук. Я даже запнулся, да? Тем часом, как сердце плеща по площадкам. И вот, чук, чук, пошли. Плеща по площадкам. Это действительно плеск идет. Плеща по площадкам, вагонными дверцами сыплен в степень. О чем это степень? Хоть кто-нибудь вообще помню, о чем это степень? Вы можете сейчас пересказать? Нет, и я не могу. Но зато мы все помним первую строчку. Сестра моя жизнь и сегодня в развитии. И дальше начинается развитие. Ребята, вы правда, честно. Вот я только что перед вами прочитал сотворение. Давайте вспомним, о чем там. Что там было? Там ничего не было. Вот удивительно. Вы ведь это гениальное сотворение. Это фантастика какая. То есть ты вдруг, ты читаешь прекрасный текст, который видите, я только что перед вами на ваших неизумленных глазах и ушах разбирал. И там фантастика. Это музыкальная целая буря. А в конце у нас, сейчас я скажу вам вещь, чтобы вы поймете правильно, в конце у нас шик. Но это ужасно круто. Понимаете, это ужасно круто, потому что это его поэтия. И вот на самом деле за это его упрекали. Его упрекали за то, что на самом деле он пишет, как будто задыхает, сбежит по ступенькам. Зато у нас останется звук. Не помните Мандельштам, что ли? У нас от пастернак остается звук. И потом мы вернемся, надеюсь, в конце тоже к нему и услышим, кроме звука там еще остается уже и смысл. Спасибо. Спасибо.